Стоп! Нужно что-то менять. Хватит! Мне кажется, голодный человек, он реально жрёт. Почему начали говорить жрать? Ну да, жрать, жрать, жрать. Вообще, что за сладко? Плывут ко мне издалека и тают... Привет, мои хорошие, с вами Селена, и я сегодня не одна. Моя мини-семейка со мной. А знаете, что делает Дэнни? Мы пришли в кафе, а он, короче, тут детская игровая есть. Впервые он так сидит. Я сейчас вам покажу его. Тут так прикольно. Он смотрит мультики. Просто впервые он вот так вот сел и ничего не делает. Он там смотрит мультики, ковыряется и не бежит. Мама, мама, не кричит. Вот. У меня новость сегодня. Вчера вечером я решила, что я хочу снять квартиру и переехать в другой район. И сегодня я уже договорилась снять квартиру, уже посмотрела её, мне понравилось. И сейчас, пока хозяева заключают договор, там, ну, не заключают, без меня нет, не заключаты, готовят договор. Мы приехали в кафе посидеть, поесть. Вот. И я жду звонка от них. И, наверное, сегодня, может, заключим договор, и завтра начнут перевозить вещи. А может, даже и сегодня. Кто здесь делал? Всегда огромный выбор еды. Я решила заказать чёрные спагетти с креветками. Так красиво выглядит. Прям просто аж хочется съесть всё это. Пришла моя мама Чуля. Всем привет. Пришла моя, говорит, посмотрела я твои вот видео, как бы, покупки секонд-хенд. И чё-то, говорит, ты чё там продавать их будешь в своём магазине. Я сразу говорю, нет. Вот. Она говорит, скажи твоим зрителям, что ты их там продавать не будешь. Девочки, я всем говорю, что секонд-хенд я беру исключительно для себя и для того, чтобы снять прикольное видео для вас. Для меня это вопрос, ну, просто интереса за копейки найти прикольные вещи, показать вам. Даже больше я беру для видео всё это. Но когда действительно достойные вещи, почему их не носить? Я буду носить, ни в коем случае не буду продавать никакой вам секонд-хенд. Максимум, что мне будет висеть, одна вешалка, это мои какие-то вещи, которые классные, крутые. И то я их даже выставлять особо не буду. А так всё новое будет, размерный ряд. Так что не переживайте. С секонд-хенд нет, не будет. Я его подарю кому-нибудь лучше, если что. Ну, всё. Мы сняли квартиру. Сейчас приехали в офис. Сейчас я буду делать дела. Что успею, просто у меня уже к концу дня, честно говоря, батарейка садится. И не успеваю выкладывать все вещи, которые есть. Честно говоря, на всю меня одну не хватает. Но просто нужно организовать. У меня вот с организацией, на самом деле, большая беда. Малыш мой спит сейчас. Уснул. Тут диванчик в офисе есть. Он у меня тут сладенько спит. Хороший диван. Я сейчас пофотографирую какие-то вещи, как я успею, если батарейка пока не сядет. Ну и всё. И потом поеду домой собирать вещи. Утром приедет Кристинка, поможет мне малого, отдам маме и буду перевозить все вещи. Так что скоро будет у нас и кухня красоты, и видосы все в новом месте. А вообще, всё, как это произошло, я просто в связи с разными событиями, последними. Да, и вы знаете, что я давно уже хотела переехать, да? Я просто сказала себе, стоп, нужно что-то менять, хватит. И я на самом деле просто устала. Давно уже хотела, я устала, что ничего не меняется. Я сама привыкла к этой квартире, привыкла к некоторым условиям. И квартиру было несложно мне выбрать, потому что я знала, какой район я хочу, я знала, что я хочу. То есть для меня должна была быть полная такая безопасность, камеры, консьержки, всё цивильно, всё чисто. У нас таких районов не так-то много, ещё и чтобы мне подходили по месту расположения. Вот, я выбрала один из лучших районов. Тем более я бы хотела там квартиру купить, и я буду, хочу пожить там, посмотреть, как, что. Вот, если всё будет замечательно, то там я в этом районе и куплю квартиру. Всё, сейчас буду делать дела, времени мало. Пришла я домой, уже такая всё тушь размазанная, короче, под глазами. Смотрю ТНТ, жду, пока малышка захочет спать, чтобы уложить его. И сначала я займусь фотографиями в магазин, потому что я сделала в этот раз фотографии на фотоаппарат. Хочу посмотреть, в общем-то. А, я видео сняла, я буду там вырезать. Короче, целая система. Я стараюсь, думаю, как лучше для вас, чтобы фотографии в магазин были более, вот, ну, видно было детально всё, да. Потому что то свет, то то, то всё, короче, столько нюансов, столько вложений, на самом деле. Я, девочки, открывала магазин, я думала, ой, чё, офис снял, вешалки поставил, и всё. На эти вешалки повесил вещи и продаёшь, и всё. Не тут-то было, блин, девчонки. И у меня вот такая кипа чеков просто, с мега, всё-всё-всё там. Я ещё не дошла до того, чтобы просто взять и посчитать. Мы уже с Кристиной поспорили примерно, сколько денег там я вложила. Она говорит, одну сумму я, а я другую. Ну, я, как всегда, говорю больше, потому что уже со временем я заметила, что, знаете, думаешь, ну, там тысяч пятьдесят потратила. На самом деле там все сто пятьдесят уже, да. Короче, посчитаю, потом скажу это в одних из влогов. Вот, займусь сначала фотографиями, значит, в магазин, а потом... Заказы, кстати, пошли уже, всё. Вот, ещё одну куртку заказали, платье заказали. Вот, отправлять завтра буду. Вот, и потом подготовлю вещи необходимые все, потому что завтра Кристина утром приедет. Естественно, я первым делом звоню, говорю, Крис, без тебя никак. Она приедет утром рано, разбудит меня как раз. Мы поедем, отвезём малого вместе. Потом приедем сюда, и я хочу уже немного подготовить вещи, необходимую часть, чтобы отвезти на квартиру. Поэтому сегодня мы ночуем здесь последнюю ночь. Вот, будем там уже. Так что вам уже спокойной ночи сегодня желаю, завтра увидимся. И да, я вся в предвкушении, конечно. Всё, спать. Крошки мои, привет! Совсем забыла, что я снимаю влог. Мы с моей Крестюшей, вон она, она в машинке сидит, ждёт меня. Я её аж вызвонила, чтобы она мне помогала. Сейчас заправляемся, у меня совсем закончился бензин. Опять у меня вышло на 3,129. Просто не успеваю мёргнуть глазом, как нужно снова заправляться, и такие деньги тратится беззабить. Ага, спасибо. Вот, сейчас расплачусь и едем. Мы уже два захода сделали. Вещей. Просто столько вещей за всю жизнь накопилось. В этой маленькой квартирке, казалось бы, но вещей у меня очень много. Ага. И сегодня, наверное, мы останемся даже, может быть, у мамы, потому что с малым неудобно. Всё стоит в коробках и в пакетах. Ага, спасибо. Всё стоит в коробках и в пакетах, и очень неудобно, если я сейчас малого заберу у мамы и всё это разбирать. Он же будет мешать. Короче, сегодня останемся... Буду до последнего, короче, разбирать всё. В общем, ладно, попозже увидимся. Вот он, мой помощник, Крестик Нолик. Ну зачем, зачем? Какую-нибудь песню знаешь, она зачем? Скажи, зачем Было прекрасно Скажи, зачем Я жду Пока Вообще, вот зря, вот зря Зачем немые Облака У тебя уши открылись. Плыв Всё, сейчас я уже швальшилю. Плывут ко мне Плывут ко мне Издалека И тают Мамммммммммммммммммз Ааа... Это типа Like2 Да Да, я не сообразила, за что-то за что-то. Лиз, ну что, как, ты не устала еще? No. А что, у тебя свои дела есть, говорят, да? У меня куча дел. Ну ты как лучший друг все бросила и приехала к мне. Конечно, ну как же, надо же спасать от... Ты что-нибудь напишет? Ну, что? Что ты говоришь? Да вообще, когда выставляют посты знаменитости или знаменитости, новости, селебритис, люди, пользователи, зрители пишут, бывают смешные комментарии, а я, бывает, смеюсь. Думаю, откуда столько фантазии? А над своими комментариями, когда тебе что-нибудь смешное пишут, смешно? Бывает, да, бывает. Бывает гадкий комментарий, ну как гадкий, бывают такие смешные. Смешно гадкий? Да, да, ну видно, что человек... Нет, ну бывает не гадкий, но смешный. Гадко и смешно одновременно. Ну, человек просто, я не понял, что-нибудь типа того, что это было. У меня хорошие почти все. В инстаграме. Хейтером. Леем в инстаграм залазить. В инстаграм идут только мои преданные, любимые девочки. Короче, у нас уже был третий заход. Мы проголодались, ни хрена еще не жрали. Вот сейчас сколько? Пол пятого. А вот жрали, не жрали, хорошее слово? Жрали? Вообще? Грубоватое слово. Жрали. А я его вырежу. Где? А ты там где-то говорила, жрали? Я говорю, ты нажралась. Не, ну иногда бывает реально жрешь. Потому что мы сейчас реально, мне кажется, даже не кушаем, а жрем. Потому что мы голодные. Мне кажется, голодный человек, он реально жрет. Хотя, не, жрут, наверное, свиньи, да? Вот Кристина обляпалась, как свинюшка, значит, она жрет. Неплохое слово, жрать. Не, иногда я слышу... Откуда оно произошло? Почему начали говорить жрать? Ну да, жрать, жрать, жрать. Вообще, что за слово такое? Даже никакого корня, да? Может, это перевод какой-то, оно совершенно нормальное. Ну да. Но я вот иногда, смотря где скажешь, иногда оно прям идеально встает, это слово. Пожрать, да? Пойду пожру, потому что человек жрать прям хочет. Ну, жрать. Ну да, видишь, я же даже вы. Жрать прям хочет. Потому что он хочет очень голодный, хочет кушать. Ну, я пойду покушаю. А сама? Такая голодная. Я пойду... Я пойду покушаю. А сама? А сама? Я сама жрать пошла, да? Я сама там жрет. Отселяла. Вот нафига. Нафига это лицемерие. Я пойду покушаю, а сама жрать пошла. Пока никто не видит. Ой. Вот если ты говоришь, пойду пожру, а сама кушаешь, да? Вроде как ты приличная. Невально, да? Почему нельзя? Просто неприлично выражаешься. Жаль. Вот я сейчас похожа, что кушаю, да? Но я очень голодная. Я бы пожрала сейчас. Вот ты думаешь, ты сейчас кушаешь или жрешь? Я думаю, что я его кушаю. Его по-другому нельзя. Короче, мы сейчас кушаем. Все-таки как-то мы кушаем. Но мы умеем жрать, да? Ты вот умеешь жрать? Гамбургеры, особенно, когда голодные, вот реально жрешь. Берешь вот так вот и... А вообще, сейчас он не ел и такой думаешь. Алло. Да вот мы подъехали, но мы такие голодные. Мы взяли Макдональдс, вот сейчас быстренько едим тут и уже будем поднимать вещи. Так что мы тут под подъездом стоим. Сейчас будем подниматься. Можете минут через 10 прямо приходить. Я что-то думала, быстрее будет. А видите, 40 минут мы собирали вещи. Не-не, не рассчитала. Просто я думала, сейчас покушаем и позвоним. Ну все, через 10 минут тогда. Угу, давайте. Все. Короче, блин, вот звонят, теперь надо жрать. Не, ну вот человек позвонил, вы заметили? Я же ему сказала, мы вот хотели покушать. Было бы очень некультурно, некрасиво. Да мы тут жрем в машине. Ну да. Смешно было бы, да? Еще и взрослый. Вы про меня не забыли? Не, мы просто голодные, мы жрем в машине. Это какое-то свойское слово, жаргонное, да? Чисто для своих. Оно говорит, наверное, о том, что ты очень хочешь жрать. Ну или что ты ешь как свинья. Нет, что ты ешь. Или ты не умеешь разговаривать нормально. Да? Дети, наверное, жрут, да? У них просто все вокруг летит. Ты что думаешь? Вот я бы не сказала, кормлю малыша своего. Он такой, ест, ест, все летит. День, ну что ты жрешь? Ты не можешь нормально кушать. Ну что, ты пожала? Вот мама кушает. Нет. Детки, они кушают. Просто они кушают неаккуратно. Они все-таки... Они все-таки аккуратно, они аккуратно вот пальчиками что-то берут. Они аккуратно засовывают печенье себе полностью в рот, да? А где это салфетки? Все-таки кушают. Ой. Короче, спина сейчас отвалится. Кристинка легла на диван. Я села на балкон, на самом стульчике классном. Кстати, удобно очень. Я выбрала. Ваша, не по-моему. Или... Не, не выкинь точно. Короче, сил нет, но надо еще один раз сходить точно, потому что продукты надо забрать. И что еще там осталось из такого важного... А, вещи, да. Вещи свешалок забрала, а вещи основные еще не забрала. Короче, продукты, вещи. Переезд такое нелегкое дело. Видит такой? Вот такой. Так себе вид во дворы. Но позеленеет, все будет нормально. Все равно временно живем. Я люблю вид, конечно, такой, чтобы там... Лепдон, море. Короче, обширно было. Тут и за деревьями потом ничего не будет видно. Но это не главное для съемного жри. А вот сейчас Кристина решила поклевать. Я тяжелая. То есть до этого мы хотели пожрать, но в итоге мы покушали. А сейчас мы едем, Кристина говорит, ну я поклюю. А вот клевать это как? У меня сразу ассоциация. Вот люди, которые, блин, жрут, они говорят, ну я там поклевал чуть-чуть. А, то есть сначала говорит, я пойду покушаю. Сама прячется, идет, жрет. А потом, когда возвращаешься, ты ему говоришь, что там делал? Да, я поклевал чуть-чуть, да? Поклевал ты, типа, чуть-чуть совсем, да? Да, покушать это аккуратно пожрать. Вот так вот берешь как бы пальчиками, как бы клювик такой, да? Двумя пальчиками, как бы клюют. Но обычно я вот знаю таких людей, которые так говорят, они много кушают, и почему-то они говорят поклевать. Это не ты случайно? Я просто это слово не клюю, я когда слышу, я вспоминаю этих людей. Клюют. Вот ты сейчас клюешь. Реально клюешь или как те люди? А я сейчас пойду пожру, у тебя что-нибудь осталось там? Да, у меня полный холодильник. Сейчас я поклюю, знаешь? А потом пожру, да? А вечером уже покушаешь, да? Короче, столько вообще разных слов. Клевать, жрать, кушать. Хорошо, что мы в России родились. А какие еще слова ты знаешь? Ну, парочку, на вскидку знаешь каких-нибудь еще? Перекусить. Легкий перекус. Перекусить, подожди, а что еще? Ну, это не смешно, перекусить, да? Пойду перекушу. Что ты перекусишь? Провода? Перекушу. Ну, пополам перекусить. Накидать в топку. Да, ты так выражалась? Пойду, накидаю в топку. В топку забить. Некоторые говорят так. Такого нет вообще. Да пошли уже, мне... Пошли. Ну, пойдем. Я есть хочу. Доброе утро, мои крошки. Я проснулась. Мама уже нас... Ну, она в 7 утра встает, поэтому по 8 мы уже на ногах. Денька вообще ее так любит, невозможно. Она когда уходит, он даже так не плачет, когда ухожу я. Да, нормально вообще бабушка и сердце ребенка покорила. Вот. Сейчас мы ее ждем. И вообще, я честно говоря, мы вчера с мамой обсуждали. Она говорит, ну... Ну, вот ты вот прям все сразу, да? И любимый мой говорит, ты какая-то вся... Это, как он сказал? Как-то он слово подобрал. Неразмеренная, что ли, или что-то такое. Короче, просто у меня вот пришла мысль в голову. Все, я должна ее сделать. То есть вот магазин решила сделать. Все, я тут сняла, нашла быстро все, да? Хотя магазин это, ну, долго пока там оформление. Там, не знаю, месяц, мне кажется, ушел на все эти дела. Решила квартиру снять. Это все в один вечер. Вечером села, нашла. На следующий день днем я ее уже сняла, да? Все, переезд. И получается, магазин там еще не доделано все, да? Но уже заказы принимаются. У меня еще не оформлены какие-то моменты. Например, с отсылкой я хочу в красивых пакетиках все отсылать. Короче, у меня сегодня целый день снились все эти посылки. Потому что девочки пишут каждый день много. Я теперь на два инстаграма отвечаю. То есть туда-сюда, туда-сюда. Плюс надо в магазин фотографировать, все время обновлять все. Плюс переезд сейчас. Там тоже куча моментов, да? С этими вещами огромными. Представляете, я жила в своей квартире. Сколько у меня вещей теперь, да? И мне их нужно все перевезти. Все там это разложить. Ну, квартира побольше, конечно. Место есть, но все равно. Сегодня мы остались у мамы. Вот, поспали. Сейчас я ее жду. И что я пойду первым делом делать? Первым делом я пойду быстренько заказы отправлю, которые приходили мне в магазине, сфотографирую то, что меня просили сделать. Потом поеду на квартиру новую, приберусь там, немножко разложу кое-какие вещи. Мне нужно разложить там, посмотреть. Короче, вообще... А, ну все. Я не знаю. Но я хотела сказать, что я отдельное видео снимаю с переездом. Но это оно и есть, это видео. Короче, пошла кофе пить. И, кстати, вот я вам могу сказать, что вот это состояние... Неважно, квартиру я сняла, магазин открыла, или ютуб я... А, еще ютуб снимаю, да. Ночами мы с Кристиной сидим, 6 утра ложимся. Неважно, вот как родился ребенок у меня, я вам скажу, что у меня так всегда. Кто помнит меня и смотрит давно, вспоминайте. Помните, было видео «Все как есть, без прикраски», где я сижу такая «Я устала, это невозможно, ребенок маленький, там то, сё». Короче, я при этом снимала. У меня ничего не изменилось. Ребенок растет, больше лазит, больше просит, больше требует внимания. Ютуб остался так же. Я так же стараюсь снимать каждый день видео, но сейчас решила через день их снимать, потому что, ну, реально очень тяжело. Хотя бы через день там выкладывать. Плюс магазин, который требует очень много внимания. И сейчас еще переезд себе сюда. И каждый раз я верю, вот уже малому год, уже будет скоро год и, так, год и семь месяцев. И вот год и семь месяцев я верю в то, что сейчас скоро все нормализуется, и у меня будет время на себя чуть-чуть, да, на массаж сходить, там еще кое-что, еще кое-что. Что-то пока его нету. Но я верю, что скоро будет. Крошки мои, доброе утро. Вот мы переехали в новую квартиру. Сижу сейчас на балкончике. Мы сейчас на самом деле собираемся с малышом выходить. Прям выходить не хочется. Хорошо так дома? Я, наверное, заканчиваю этот влог, потому что что-то мы там долго снимали, ржали с Кристинкой. И основную часть она мне помогла перевести. Остались какие-то мелочи. Как бы с той квартиры меня никто не водит. И она моя. Поэтому могу долго переносить все вещи, пока все не перенесу. Здесь, как только я обустроюсь, я сразу вам сделаю рум-дур. Потому что сейчас у меня все в коробках лежит. И я еще толком не могу вообще свои вещи найти. Но самое главное, что кухня в порядке. Кухню все разложила. И в бане все самое необходимое тоже. Дэнь, куда ты летишь? Аккуратно, Зайд. Аккуратно. Сейчас куча дел, и что-то я не могу раскачать. Дэнь, нам мне ноги... Ты что, дурашка, что ли? Дэнь, что ты делаешь? Так что на этом я, наверное, закончу этот влог. С вами попрощаюсь. Вот. И следующие видео уже будут все на новом диване. На новой кровати. Насчет кухни красоты не знаю. Возможно, будет ванна красоты. Ванна, потому что большая, красивая, светлое освещение красивое там. Ну, короче, все покажу. Оставайтесь со мной. Увидимся в следующем видео. Ну как? Скажи что-нибудь. Ванна, скажи, вещей много. Видите, за мной. Говори. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok